Поехали, 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 что-то еще остались батарейки, поехали, последние, все, самые сокровенные слова, мне лично, не вселенной, я тебя умоляю, не вселенной, ты все вселенной. Для Юрия Юрина, под знаком 50 лет его деятельности на планете Земля, хотелось бы пожелать Юрию Юрину открыть самые непредсказуемые тайны под знаком город Николая. Сакральная земля под знаком Чаши Грааля, так называлась наша территория, город Николай, в бытности 4,5 тысячи лет назад. И маленькое дополнение, которое поможет нам всем сегодня соизмерить, где мы находимся и потомками, чьими мы являемся на сегодня. Описание первого герба Николая закреплено в полном собрании законов Российской империи. На щите, который разделен от верхней середины до нижних углов, в черном поле на серебряной кадильнице изображен золотой крест, окруженный лучами по всем сторонам. В голубом поле архиерейская метра и в золотом поле архиерейский посох. Атрибуты архиерейской власти метра и посох ассоциируются с покровителем города и моряком, святым Николаем Чудотворчим, архиерейским и мерликийским. Такова официальная точка зрения, но есть и другая. Некоторые исследователи видят в серебряной кадильнице святую чашу Грааля. Вот это тайна, над которой бьются не одно поколение. И одно слово переведи, что такое Грааль? Грааль, священный Грааль, из которого суждено было выпить священное вино самому Иисусу Христу. Именно с этой темой связывают город Николай и все лабиринты, которые находятся... Ну а чем мне тогда говорят, что нельзя с одного какого-то отдельного города, практически каждый второй мне говорит, что нельзя в отдельном городе, что это проблема всей Украины, всего мира и все, и будем, значит, и помирать будем. Ждать, когда во всем мире найдутся такие юрины. Ну херню говорят же полную. И еще раз вернемся к истокам истории нашего города. Как сегодня сказал мэр города Николаева Владимир Дмитриевич Чайко, 222 года. Замыливание мыла, то есть глаз, не 222 года. Более 4,5 тысячи лет, могу бы сказать с уверенностью археологи, если бы их сегодня спросили серьезно, так сколько же лет нашей местности, не городу, Николаеву, официально обозначенную Екатериной и Потемкиным. Этой территории более 4,5 тысячи лет, и археологические исследования показывают в каждой археологической находке, что именно такова дата происхождения этих земель. Более 4,5 тысячи лет под городом Николаевом находятся катакомбы, как утверждают ученые, и не по доказанным, тяжело доказать то, что еще не открыто, по недоказуемым данным под городом Николаевом не катакомбы, а затонувший город. Поэтому есть готовность бывшего головы, облгос-администрации Горкуша Николаевича. А что он так хотел туда залезать, катакомбы? Он не говорил с ним на эту тему. Открытие катакомб. Горкуша Николаевич. Горкуша Николаевич явился свидетелем заседания ученых в его кабинете. Ему донесли с полным откровением историю происхождения города и доказали, что нужно открыть катакомбы, то есть даже по коммерческим соображениям это может дать городу огромную, просто нечеловеческую прибыль. Открытие катакомб и музейное, как бы, обоснование из этих катакомб, музейных реликвий, может сюда привлечь огромные, огромные толпы иностранцев, которые знают, что город Николаев является сакральной точкой. Сакральная земля под знаком Чаши Граали. Научное исследование, которое уже доказуемо, котляр город Николаев доказал, да, и собрал всю информацию о нашем подземном городе. Город под городом, под нами. Это была там под городом? Город заложен. Расходим, мне показывали вход туда. Товарищ Потемкин. Потемкин. В Дуфе. Вот недавно. Царица Екатерина Потемкин, которые строили город Николаев, знали прекрасно о том, что под городом есть город. Они заложили все входы. Нельзя непросвещенному разуму касаться высокой темы. Именно таковыми были доказательства того, что до поры до времени туда не должен вступать человек, ибо он не подготовлен к тому, что он увидит. Что же там остается загадкой. Нам не разрешают туда ходить, наш разум не готовящий воспринять то, что мы там можем увидеть. Возможно, Чеша Грааля, как пишут ученые. Да? Который искал Гитлер по всей планете Земля. А она здесь, под городом Николаевым. Возможно, еще какие-то уникальные явления. Возможно, Атлантида, которую ищут все. Она здесь, под нами, под городом Николаевым. Но то, что город Николаевый уникальный город, этого никто не осмаривает. То, что здесь родятся самые видные ученые, то, что здесь родятся самые светлые умы, и то, что эти люди, рожденные здесь, смогут перенести все беды на свете. Более того, они могут возглавить самое передовое движение. Они окрыленные, они сильные, они мощные. Их тяжело свернуть на путь неправедный, а неправедные. Таких людей в Николаеве много. Николаеву, что ждено, быть передовым городом, авангардом Земли. Блин, вообще бомба. Как ты красиво говоришь. Расскажи себе хоть пару слов. Что ты, что ты? Что ты, что ты? Я кроме того, что ты Таня Бурсова. Институт культуры. Откуда у тебя такая глубина вообще у этого? Институт культуры имени Кораничук положил неизводимый след в моем образовании и в миропознании. Ведущие специалисты этого университета, института, тогда, сейчас университета, они уже вложили желание учиться и познавать. Это самое главное. А потом пошли многие годы познания. Что же культура в нашем обществе и ее промышл? Чем она промышляет? На что она может влиять? Этому предшествовали многие годы развития. И сейчас хотелось бы очень узнать, докопаться до истины. Ибо люди культуры, они вожди, маги. Более того, можно самое древнее слово применить к этим людям. Они руководители культа. Культура и содержат в своем корне культ. Культовые, культовые. Ты в Николаеве училась, да? Да, я родилась в городе Николаеве. С кем ты училась, Николаев? Ни с кем я могу сказать, кто меня учил. Гусе Владимир Иванович. Это куратор. Щерушева. Мощный аналитик, экономист, который научил понимать культуру и исследовать социологически все направления в обществе. Не, ну, одноклассники твои сегодня... Сегодня мои одноклассники, Лоскутников. Первый одноклассник, мой однокурсник. Лоскутников... Блин, ты такая старая уже? Я 59-го года. Лоскутников, он уже, по-моему, лет 100 на пенсию. Да, но он учился, когда был, будучи зрелым, и будучи... он управлял уже культурой. Именно тогда ему понадобилось иметь образование. Он учился уже в зрелом возрасте. А, есть, понимаешь? Да, да. Нет, 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 нет. Он учился в зрелом возрасте, ему понадобилось образование. Все, все, понимаешь, а дальше? Вартик Николай, я соблюдаю его с университетом культуры, он тогда был лаборантом, и человек не случайный в культуре. И много, очень много... Таня, вот знаешь, смотри, я вот понял, как бы... Я наконец-то понял, что нужно сделать мне, основное. Вот что должен сделать я. А дальше уже пусть делают все, ну, там, после меня. Мне нужно пробить стену вот это вот у власти. Чтобы власть, наконец-то... Вот желание власти... Решить эту проблему. Все. Ну, желание, вот большое желание, чтобы было у власти, ну, представителей власти. Как ее пробительности будет? И тогда вопрос решится, ну, просто, ну, моментально. Если... Я думаю, что вот тот здоровый и светлый поток детей и подростков, который должен принять от нас управление городом Николаевым, а он, сакральная точка, а это планетарная точка защиты планеты Земля. Всей планеты Земля. Это что? Это здоровая энергия, здоровая психическая энергия, здоровый разум, который отравляется сегодня. А что такое никотин, что такое алкоголь? Да будет затуманены ваши мозги. Вы никогда не узнаете, откуда вы пришли и зачем вы пришли. Вы никогда не узнаете, что вам нужно сделать. Под этим лозунгом отравляется огромная масса наших потомок, уникальных. Что такое город Николаев? Сегодня присутствовал Глеб, телеканал «Токсиви». Глеб Головченко, мудрая, мудрая головушка. Это потомок великих наших предков. А ну, расскажи про меня, я не знаю, что я вам покорю. Глеб Головченко, уникальное семейство, до конца я не исследовала. Но если этот молодой человек понял, что мы не просто город Корабелов, мы не просто город мореплавателей и кораблестроителей, а мы город адмиралов. Да, история открывает Шестой Николаев. Как здесь оказывается, в городском управлении, где мы сейчас находимся, прожили, провели жизнь масса, большое количество адмиралов, светлых умов Российской империи. Зачем они сюда прибыли, на эти пустынные земли, с Потемкиным? А они прибыли сюда открывать эти земли. Ведь эти земли не были случайными и совсем не были пустынными. Четыре тысячи с половиной лет назад здесь возродилась жизнь, здесь родилась эта жизнь, не дала жизнь всей планете Земля. Эти люди знали, их учили этому в России, и не прибыли сюда вновь открыть. То есть реорганизация, переосмотрение и возрождение этих земель. Ибо здесь, в Ольве, раскопаны самые первые археологические сведения о том, что жизнь началась на планете Земля, здесь, у нас, в Ольве. Николаеве? Николаеве, Ольве. А, в Ольве. Да, самые древние памятники археологии родились здесь. Ольве. Раскопали и сказали, Николаевцы, вы же первые. Но вам Бог дал флаг, знамя, вы первые. Значит, что это значит? Ум уникальный, тело физическое, совершенное. То есть оно долголетнее, оно может долго служить человеку. Ум уникальный, его невозможно ничем повергнуть. А посему Николаевам, именно им, предстоит нести знамя нового времени, знамя новой эпохи. И новая энергия принят на себя. Отвечать за них. Новая энергия, милосердие. Новая энергия, строительство нового мира. А это значит, 31 декабря этого года, в 19 часов 19 минут, именно Николаевцы должны пожелать всему миру, Николаевцы, никто другой, пожелать всему миру, мира и добра. Никакой агрессии. Не нужно искать друг друга, не... Подожди, Таня, перебиваю тебя, я тебя слушаю. Какая агрессия, когда просто ликвидируют. Есть хорошие пацаны в Николаеве, милиционеры. А что делать? Ничего, тебе уйти на путь, мы за. А что за? Хорошие, нормальные пацаны, милиционеры в Николаеве, которые, как пахари, знаешь, пахари, просто каждый день кроют этих наркобары. Ну что делать, да? Ну завершаем. Ну как без агрессии? Как без агрессии? Очень просто. И вот они меня сейчас приглашают, сыграют свою банду. Я сейчас это говорю, потому что я думаю, когда выйдет уже в эфир этот фильм, ну это наше интервью, я думаю, мы уже там будем. Чтоб ты мне сейчас не сказала, я все равно пойду. Значит, какая здесь агрессия? Чтоб ты не сделал. А что, ждать? Нет, да чтоб ты не ждешь. Ты знаешь, что наш милиционер, местный милиционер, все там на него, Донецкий, Донецкий, ну бог с ним, пусть он будет Донецкий, он сказал, что цыгане торговать не будут в Николаеве наркотой. Он сделает все. И вот, по-моему, вот сейчас, я не знаю, как они это сделают, или в преддверии Нового года, или прямо в новогоднюю ночь, клянусь тебе, не знаю, они мне не сказали. Но они сказали, что цыгане наркотой в Николаеве торговать не будут. Это договоренность должна быть, ну, наверное, договоренность должна быть. Подожди, я вообще сказал, я неправильно сказал, не только цыгане, а он вообще будет бороться со всеми барыгами, которые, ну, так получилось, исторически так получилось, что вот, к сожалению, эта нация цыганская, она как бы лидерство. Когда он был главным милиционером в Краматорске, все цыгане, которые торговали наркотой в Краматорске, они уехали. Они уехали с этого. Мы мешаем, все, завершаем. Все, последнее, последнее слово. Почему это агрессия? Дело в том, что на любой бизнес в городе Николаеве санкционирован. Это не бизнес. Это не бизнес. Любой бизнес в городе Николаеве санкционирован. Прежде чем начать бизнес, никто не позволит сюда войти без разрешения городского головы и его завестителей. Полная херня. Вот ты сейчас говоришь полную херню. Я абсолютно уверен, что никакого отношения городской голова ни городская власть не имеет в торговле наркотиков в Николаеве. Это я могу сказать точно. Это всплывет буквально 1 января. Как? Каким образом? Очень просто. Я уже объяснила. Все энергии, которые заходят на планету Земля, они вскрывают все несовершенства. И все, что было до Сирии неизвестно, станет известно всему миру. Ты хочешь сказать, что 1 января вот этих цыган, которых мы хлопнем, скажут, что нас крышует чайка? Нет, ну все просто. А при чем здесь чайка? Ты сейчас говоришь, что торговля наркотиками, правильно, торговля наркотиками она не может... Мы уже мешаем. Ладно, пожелание нашего... Последнее предложение. Пожелание нашему движению на родители против наркотиков. Все, мы уже мешаем, уходим. Родители за здоровый образ жизни. Мы пожелаем ему трансформироваться в жизнь. Уходим. Родители за здоровый образ жизни. Конец 6-й части.